Вот теперь начинается самая веселая битва герцогинь. Лично я этого очень долго ждала. И если раньше эта самая битва была не столь выражена, то сейчас она явно набирает обороты. Так недавно Меган вышла в свет в красном платье. Инсайдер тут же заявил, что герцогиня выглядела Аки-супружница боженьке. Дескать, в своем наряде Маркл затмила выход в свет Кейт Миддлтон, когда герцогиня Кембриджская вышла в свет в платье цвета золота. И как ни странно, инсайдер не соврал. Меган действительно затмила Кейт. Потому что Кейт не получала столько негативной реакции. Наоборот, общество по достоинству оценило наряд герцогини. Сейчас же жена принца Уильяма снова перетянула на себя внимание. Теперь модницы во всем мире обсуждают траурный наряд Миддлтон, в котором она присутствовала на дне памяти, а остальные ее королевское величие и сдержанность. Примечательно, что обе герцогини вышли в свет именно в день памяти. Только Меган при этом сияла, как новогодняя елка, а Кейт наоборот была максимально сдержанной и в тему. Папарацци даже запечатлели лицо Кейт, когда она закрыла глаза и жала губы, чтобы не расплакаться. Что именно растрогало герцогиню неизвестно, однако все присутствующие были максимально сдержаны и учтивы. Они не смеялись и даже практически не улыбались. Все были в черном, никто особо не выделялся. Выглядело все действительно достойно и красиво. Меган же решила, что гала-концерт это именно тот случай, когда нужно нацепить на себя алого цвета платье и демонстрировать телеса. А и заигрывать с мужем. Другого времени же нет, правильно. В итоге сейчас имя Маркл просто смешали с грязью. Ее то и дело сравнивают с поведением ее врага. Как вы поняли, сравнение не в пользу американке. Эха Кейт всего лишь соблюдала протокол, представляете? Рядом с Кейт могла стоять Меган, но супруга принца Гарри приняла решение, что в Штатах у нее куда больше шансов добиться успеха. И она своего добилась. Имя Матрены практически на всех первых полосах СМИ. Правда, ее имя используют в негативном ключе, но используют же правильно. Снова Мидлтон на коне. И снова она ничего для этого не сделала. Всего лишь выполняла свою работу. А Меган при всем ее старании снова где-то в конце списка. Мистика вы не находите? Как вы, не знаю, а я жду очередного инсайдера, который расскажет какая. А чей выход в свет лично вам понравился больше? В последнее время о возможном скором расставании принца Гарри и его звездной супруге сказал каждый, кому не лень. От экспертов и королевских писателей до психологов и простых граждан, которые наблюдают за полюбившимся сериалом. Не осталось в стороне и австралийский политик Тина Маккуин. Федеральный вице-президент партии «Либерал» в прямом эфире одного из местных телеканалов буквально взорвалась. Женщина высказала все, что думала, и явно не скупилась на слова. Так, по мнению политика, Меган использует своего королевского супруга, чтобы достичь определенных целей в жизни. И как только она достигнет этого, то тут же отправит мужа в утиль, так как он не будет больше приносить пользу. Уже сейчас, по мнению Маккуини, в паре наблюдается некий разлом. Меган уже сейчас манипулирует своим мужем и ведет его по темному пути, в конце которого Гарри останется совершенно один, заявила участница передачи. Кроме того, политик заявила, что Меган искусный манипулятор, который все делает исключительно с корыстных целях. Вспомнила Маккуини и слова Томаса Маркла о том, как его дочь вела из всех веревки. Посмотрите на ситуацию с апелляционным судом. Меган и тут все вывернула в свою сторону, сделав вид, что забыла о письмах. В итоге виновными остались авторы книги, а Маркл вышла сухой из воды, подчеркнула женщина. Гарри страдает больше всего. Он оторван от дома, от семьи. Ему не к кому обратиться за помощью. И Меган это прекрасно осознает, поэтому продолжает целенаправленно лишать супруга родственников и близких. Мне стыдно, что эта пара носит королевские титулы. Они их не заслужили, заключила политик. К слову, недавно читала мнение, кого не вспомню, у меня старческий склероз, где было сказано, что пара через время сама откажется от титулов. Но произойдет это после того, как герцогинюшка плотно обоснуется в политике. Дескать, британские королевские титулы будут мешать Меган править, а делать бесплатную рекламу семействе мужа она не хочет. От себя скажу относительно книги и участия Маркла в написании биографии. В том, что авторы обратились в Меган, это сугубо их проблемы. Другие авторы биографии в герцогинюшке не обратились почему-то. Так что нет ничего удивительного в том, что имя Скоби стало чуть ли не оскорблением. А вы согласны с мнением эксперта? Ну что Меган использует Гарри? И что она искусный манипулятор? Конфликт принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей по-прежнему привлекает к себе всеобщее внимание. Кажется, что в семейных разборках в разной степени поучаствовали практически все родственники герцога и герцогини Сасекских. Особую активность проявил отец Меган, Томас Маркл, который неоднократно выступал в СМИ с неоднозначными заявлениями о новой жизни дочери. Как выяснилось, его действия в значительной степени усугубили обстановку во дворце. В конечном итоге герцогиня Сасекская решила обратиться к отцу в частном письме. По словам Меган, она больше не могла просто наблюдать за тем, сколько боли причиняют принцу Гарри постоянные стычки с родственниками. «Даже после бесконечных объяснений его семья, кажется, забывает контекст и требует что-то сделать», — пожаловалась Маркл своему пресс-секретарю. «Если я напишу письмо, Гарри по крайней мере сможет сказать, что мы пытались разрешить ситуацию, но это не помогло. Я иду на это, чтобы защитить своего мужа от постоянных ругательств. К тому же есть шанс, хоть и очень маленький, что я все-таки смогу убедить отца остановиться», — добавила герцогиня. Сообщение было адресовано Джейсону Кнауфу и было отправлено от имени Тиле. Под этим псевдонимом у пресс-секретаря записан контакт Меган. Позже приватная переписка была обнародована на фоне судебных разбирательств герцогини Сасекской с публицистами The Mail on Sunday. Сегодня пресса строит догадки по поводу самочувствия британского монарха. И вот принц Чарльз решил ответить на открытый вопрос поклонника. В этот четверг он провел официальную встречу с попечителями своего фонда, а по окончании мероприятия здания окружили толпы людей. Один из прохожих решил попытать удачу и спросил Луэльского о самочувствии его дорогой матери. Наследник престола ободряюще похлопал мужчину по плечу и сказал, что с ней все в порядке. Окружающие усомнились в состоянии Елизаветы II после того, как сотрудники экстренно госпитализировали ее. Она якобы сдала важные медицинские анализы, хотя непонятно, к чему была такая спешка. Своё тайное заседание монарх провела в режиме онлайн, а на важном совете присутствовали министры, в том числе лорд-президент Джейкоб Рисмок. Министр образования Надим Захави и другие. По заявлению Букингемского дворца, она наконец-то чувствует себя отдохнувшей, возможно, энергию ей дали те несколько дней, что она была в поместье с Андрингем. И хотя монарх отказалась от посещения ежегодного фестиваля памяти в королевском Альберт-Холле, на воскресной службе в кинотафе мы все еще можем ее увидеть. За все годы правления Лилибет пропустила лишь шесть подобных мероприятий, четыре случая связаны с отсутствием из-за королевского тура, а в остальные два раза она была беременна. Если королева не может, во главе мероприятий встанет принц Чарльз и его супруга Камила Паркер-Боулс. Врачи сказали, что ее величество может продолжать выполнять легкие офисные поручения в течение нескольких недель. Она даже может проводить виртуальные встречи, но не совершать никаких официальных визитов, сказано в заявлении Букингемского дворца. Тем не менее королева полна решимости, и совсем скоро она планирует вновь оказаться в строю. Тем более, что ей предстоит подготовка к празднованию семейного Рождества. В этом году праздник во многих смыслах станет для нее особенным. После смерти любимого мужа Елизавета II хотела бы проводить больше времени со своими самыми близкими людьми. Надеемся, что королеве станет намного лучше, и мы увидим счастливые и памятные фотографии в этот священный день. Прошло почти два года с тех пор, как так называемая «Великолепная четверка» принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не появлялась на публике в полном составе. После сложения с себя королевских полномочий, герцог и герцогини Сасекские переехали в Калифорнию и практически не общаются со своими родственниками. За это время принц Гарри дважды летал в Англию, на похороны своего дедушки, принца Филиппа, и на открытие статуи своей матери, принцессы Дианы. Меган Маркл же ни разу не была во дворце после бегства в Калифорнию. Подлила масло в огонь королевских страстей и скандальное интервью Сасекских сопрой Уинфри, которое стало причиной резкого ухудшения и без того напряженных отношений между двумя братьями, принцем Уильямом и принцем Гарри. Их общение практически сошло на нет. Однако в будущем году, по мнению инсайдеров, все может измениться. Недавно стало известно, что герцог и герцогини Кембриджски на 2022 год запланировали свой тур по городам Америки. В числе штатов, которые намерена посетить Королевская Чета, значится и Калифорния, где обосновались принц Гарри и Меган Маркл со своими детьми. Инициатором такого маршрута, как уверяют источники из близкого окружения королевской семьи, стала Мидлтон, которая намерена дипломатично наладить отношения с сасекскими, а также превратить деловую встречу двух братьев в США в акт примирения. Также по сообщениям Венити Фэр, Кейт Мидлтон и принц Уильям во время тура по штатам надеются восстановить свою репутацию, которая в значительной степени пострадала после публичных заявлений сасекских, сделанных во время скандального интервью Опри Уинфри. Королевские же поклонники расценивают запланированную поездку кембриджских как отличную возможность примирения двух братьев, а значит их жен. Кстати, по сообщениям источников из окружения Меган и Гарри, пара была бы рада, если бы в свой приезд в Калифорнию кембриджские остановились в их доме в Монте-Сито. У них не было ни одного королевского гостя с момента переезда в Америку, что по мнению Сасекских связано с пандемией COVID-19, но теперь, когда ограничения на перелеты между США и Великобританией сняты, они хотели бы это изменить, сообщил инсайдер изданию Heat World.